Юрлица будут получать субсидии на строительство арендного жилья для своих работников. Такое право предприятий и компаний получат с января 2025. Они смогут самостоятельно определять порядок и условия предоставления, а также размер платы. При этом не менее 20% от общего количества квадратных метров должны быть выделены в первую очередь молодым специалистам и гражданам в возрасте до 31 года. Военнослужащие 147-го зенитного ракетного полка приняли участие в республиканской акции «Соберём детей в школу». Инициатива направлена на оказание помощи социально уязвимым категориям семей. Необходимые школьные принадлежности и подарки были вручены ребятам, находящимся в социально-педагогическом центре Ленинского района Бобруйска. Мэр Бобруйска провёл мониторинг объектов капитального ремонта. Игорь Кисель посетил пять домов на социалистическое Карла Липкнихта Рокоссовского и 50 лет ВЛКСМ. Особое внимание было уделено качеству и срокам выполнения работ, а также благоустройству придомовых территорий. Председатель горисполкома подчеркнул, такие проекты – важная часть стратегии по развитию городской инфраструктуры и повышению уровня жизни в обручан. 31 августа с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, содержание и уборки территории района. Также разговор коснётся контроля за исполнением документов, работы с обращениями граждан и юридических лиц. Игорь Бокий стал 17-кратным чемпионом Паралимпиады. Пловец забрал в золото. На дистанции 100 метров батерфляем он не проигрывает никому с игр в Лондоне 12-летней давности. У атлета ещё будет шанс пополнить медальную коллекцию. Во французском бассейне он выступит в четырёх видах программы.